Судя по выгруженным из кают гитарам, ткацким станкам и даже фортепиано, экспедиция прошла как минимум не скучно. Я бы не сказала, что вот прям все было прям очень идеально. Мы были, конечно, привязаны очень сильно к графику теплохода, который иногда менялся. Первой изюминкой, с которой мы столкнулись в нашем путешествии, это были необычные сначала приемы, которые нам оказали на борту. Поэтому пассажиры не очень понимали, кто мы такие сначала. Их очень беспокоило огромное количество детей, потому что все ждали тихой, спокойной поездки, без лишних беспокойств со стороны туристов. И они как бы немножко поглядывали косо. Экспедиция подружилась с пассажирами очень быстро. Применили то, чего у них в избытке – таланты. Артисты устроили для путешествующих концерт прямо на палубе. Об этом потом пассажиры писали восторженные отзывы в дирекцию компании-перевозчика. Уж очень понравились голоса. В глубинках Югры нашли старожилов. Любопытнейший источник информации – как фольклорной, так и этнографической. У нас раньше-то такого не бывало, чтобы делегации-то ходили по домам. В Березово и Октябрьский делегация приехала, чтобы собирать информацию. Но получилось так, что дала больше, чем взяла. Фольклорный ликбез проходил в местных домах культуры. Девчонки спрашивают, кто трое ходит, пух, мех или перо. Если пух, значит поцелуешь двух, мех, значит всех перо одного. Теперь целуйтесь. А он уже все сделал. Не только выигрыши их сильны. По пути следования славянский ход посещал храмы, где перехватывал инициативу у церковных хоров. Затем в домах культуры специалисты знакомились с местными обычаями, просили жителей исполнить любимые песни. Да и вообще интересовались, как живут, чем дышат. Домам культуры не хватает кадровой поддержки прежде всего. Сами директора домов культуры не очень довольны тем, как работают их коллективы. Им очень остро не хватает специалистов, которые бы им помогли методической консультативной помощи. В качестве решения специалисты колледжа русской культуры предложили муниципалитетам подписать соглашение о сотрудничестве. В его рамках предлагают проводить выездные мастер-классы, семинары, целевой набор студентов. Двое парней из экспедиции решились на важный шаг. Подружившись с отцом Александром, который с ними ездил, молодые люди попросили его провести обряд крещения. Решение не спонтанное. Оба студента долго шли к тому, чтобы принять православие. Место для обряда выбрали живописное – набережную Аби в Хантамансийске. У меня отец православный, он украинец. Мне ближе просто православие. Я очень давно уже увлекаюсь и Библией, и Евангелией. Читал ее периодически. Начинал, по крайней мере. Я ни о чем не жалею. Я очень давно этого хотел. И теперь у меня появился крестный брат, как бы так сказать. Потому что со мной Антон тоже вместе со мной крестился. И то есть, ну, очень приятно было. Единственное, в чем была трудность, это нужно было найти все предметы для крещения. Ну, благо, знакомые в Хантамансийске есть, договорились, спокойно взяли. Вот. И, естественно, это было тоже для меня волнительно, потому что в первый раз, иногда не зная, что делать, но, слава Богу, все совершили. Провожали экспедицию из каждого поселения с сожалением. Славянский ход уплыл, но пообещал вернуться через год. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов, Сургут. Интерновости.